Запутанное дело о покупке квартиры у мертвеца расследуют в Челябинске. Жительница города совершила сделку купли-продажи с хозяином жилья в апреле прошлого года. Через год узнала, что он якобы умер месяцем раньше. Был одиноким и теперь по закону квартира должна отойти государству. В темной истории пыталась разобраться Полина Кирсанова. Человек мертв, он везде под документом жив, все регистрируют сделку. Оказывается, что все равно получается, судя по словам юристов, виновата, оставлюсь я. У живого трупа или воскрешего из мертвых год назад Анна Леонтьева купила квартиру. Иначе бывшего хозяина этой двушки не назвать. По факту человека нет, по официальным документам есть. Состояние на 2 февраля 2018 года и паспорт продавца квартиры значится действительным. И сведения о смерти у них, по крайней мере на 2 февраля 2018 года, отсутствуют. В марте прошлого года женщина с мужем ждали первенца и решили переехать в просторную квартиру. Жилье помогли подобрать риэлторы. Саму сделку о продаже супруги Леонтьевой заключили с хозяином квартиры в апреле прошлого года. После выяснилось, мужчина умер на месяц раньше тех событий. По данным Росреестра налоговой и миграционной службы, бывший хозяин квартиры жив. Но морг и ЗАГС уже год считают его усопшим. Данный факт вскрылся в начале этой весны, когда домой к Леонтьевым пришел полицейский и сообщил, что ведется доследственная проверка. А после пришел иск в суд. Администрация города претендует на квадратные метры супругов. Теперь получается, что администрация пытается этот... Поскольку собственник он был один, как бы предполагается, что у него не было никаких наследников и квартира должна была стать выморочным мучением и перейти в собственность государства. Поэтому государство, как бы заботить о своей собственности, решило подойти и нас отсюда выселить. Такого поворота событий семья Леонтьевых не ожидала. Молодая мама надеялась нянчить первенца. Вместо этого обивает пороги суда. Сегодня состоялось первое слушание по делу. Наша съемочная группа приехала на процесс, но снимать суд не разрешил. Представители администрации оказались против нашего присутствия в зале. Отказались и после прокомментировать свою позицию. Вот какова позиция администрации? Я не полномочен отдавать. А почему? За свои квадратные метры супруги заплатили 1 миллион 900 тысяч рублей. Если хозяин мертвый квартиры не продавал, куда ушли деньги и кому? Суд сегодня допросил свидетелей по делу супруга Анны. В момент сделки он был рядом и видел на тот момент мертвого хозяина живым. Несколько свидетелей сегодня пояснили о том, что видели данное лицо в момент осуществления сделки, в момент подписания договора купли-продажи, сверили паспорт данного лица непосредственно с гражданином, который представил данный паспорт. Кто же все-таки продавал квартиру и кем был продавец, если на руках у него оказался паспорт владельца квартиры? Это и предстоит выяснить суду. А вот в самой несостыковке данных о смерти между ведомствами юристы ничего удивительного не видят. Если человек был одиноко проживающий, то не сразу все эти документы подаются. Обычно же кто все это делает? Родственники. Они обращаются за наследством, передают все справки. А если в этой ситуации у человека никого не было, то все это, соответственно, попадает в рутинную государственную машину. Здесь есть однозначные признаки мошеннических действий. Следующее рассмотрение дела судом назначено на 19 апреля. Сторона защиты намерена получить ответы на свои вопросы. Почему? Администрация города подала в суд спустя практически год и признала хозяина квартиры мертвым лишь в январе этого года. Также адвокат Семи Леонтьевых попросил суд допросить представителей ЗАГСа и жилищной инспекции. Ведь именно через них проходят документы, когда человек умирает. Полина Кирсанова, Артем Большуков, ОТВ.